Вы смотрите программу «Случай из практики». Сегодня мы говорим о предстоящем на следующей неделе межрегиональном форуме «Забота». Но прежде чем мы продолжим наш разговор, я напомню вам, дорогие телезрители, какими способами вы можете заказать темы, которые мы поднимаем в нашей программе. Это телефон редакции, традиционный 725-400. Там вы можете уточнять какие-то вопросы, если не успели дозвониться до прямого эфира. Кроме того, вы можете наговорить свой вопрос на телефон на автоответчик 469049. Также пишите нам письма на электронную почту «Случай собака.ртк.ру» и на обычную, с КТК, улица Карла Маркса, 197, почтовый индекс 167981. Но еще один способ – добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, там активно можете участвовать и опять-таки задавать вопросы, и задавать темы, на которые вы хотите поговорить и задать вопросы. Прежде чем мы продолжим, вы хотели прокомментировать тот звонок, который у нас прозвучал до выхода на перерыв. Давайте прокомментируем и примем еще один звонок. Да, я вот хотела сказать о том, что мне как раз посчастливилось побывать на занятии, которые называются «Танцы народов мира», и именно в отделении дневного пребывания, в Эжвенского филиала этого учреждения. Нужно сказать, что средний возраст людей, которые посещают отделение дневного пребывания, где-то, вот Юлия Гаджиевна тоже подтвердит, наверное, 75-80 лет. То есть, несмотря на этот преклонный возраст, люди ходят с удовольствием, посещают вот эти вот занятия. Ну, как наш телезритель сказал, душевный заряд, водоросль. Да, то есть самое главное для них — это общение. Вот это вот главная проблема в нашем обществе сегодня в плане пожилых людей — это дефицит общения. Там они насыщаются, вот просто можно сказать, настолько эмоционально. И вот Юлия Гаджиевна, как раз, наверное, расскажет об этой работе. Пару слов благодарности именно на звонок. Да, спасибо большое за звонок, спасибо большое за благодарность в адрес наших работников. Конечно же, мы очень любим, очень ценим своих бабушек и дедушек. У нас в народе, в наше отделение дневного пребывания называют детский сад для бабушек. И дедушки и бабушки между собой, пойдем в садик. Да, в первую очередь, конечно же, они общаются друг с другом. Если, не дай бог, что-то происходит, кто-то заболевает, не приходит, тут же начинаются звонки, они друг с другом перезваниваются, выясняют причины, нам сообщают, что вот сегодня Мария Ивановна не придет, там она поехала на прием или там давление поднялось. А как Иван Васильевич сказал, у нас, конечно же, огромная-огромная-огромная организация досуга именно граждан пожилого возраста. Начинается у них день с утренней зарядки и заканчивается обедом. Они у нас успевают в релаксации поспать, расслабиться, отдохнуть. Комната релаксации. Да, комната релаксации. Приходите к эжвису. Комната психологической разгрузки, пожалуйста, приходите в группу дневного пребывания, мы вас там расслабим, мы вас там оздоровим. Занятия лечебной физкультуры проводит опытнейший инструктор, методист полуфк. Досуговые мероприятия, двухразовое питание, горячее полноценное питание. Новое, что мы хотим как раз показать на форуме, на выставках... Забирайте у меня вопрос. Забираем, хорошо. Давайте сначала примем, у нас уже два телезрителя ждут возможности, может, поблагодарить, может, вопрос задать. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Нина Леонидовна, я живу в поселке Строитель в нашем городе, Парково-11. Я, во-первых, хочу сказать высокую благодарность, это ваша ведущая, до чего обаятельная, до чего умная. Спасибо. У меня к вам вопрос будет. Вы что, в самом деле, такая эрудированная во всех этих линиях. Особенно мне нравится, когда вы с этим психологом-то говорите, Бокшановой, Бокшаковой, как его там... Спасибо большое вам за благодарность. Я стараюсь, конечно же, готовиться к эфирам, в основном мне помогают наши гости. А вот вы когда-нибудь какие-нибудь социальные учреждения посещали? Программы? Но у меня вопрос к вашим этим гостям. Да, слушаем вас. Вот, значит, я на инвалидности, у меня третья группа, а может, вторая. Сколько стоит помыть окна, помыть полы? Я последний раз помыла окна и лежала 200, давление было 200, и лежала трупом две недели. Сколько это стоит? Вызов, да, продукты на дом, сколько это стоит? Спасибо большое. И вот все куда обращаться? Спасибо большое за звонок. Кому удобнее прокомментировать? Я так понимаю, что какие-то разовые договоры можно делать? Разовые договоры можно, но, скорее всего, раз тут два клиента имеют уже инвалидность, возможно, и стоит заключить договор о социальном обслуживании на дому. Обратиться следует им на Чкалово 23, телефон 43-63-40. Там полностью проконсультируют, какой пакет документов необходим, сколько будут стоить эти услуги. Мытье окон, полы – это дополнительные услуги, и они осуществляются на полное оплате. Но у нас очень социально низкие цены. Помыть, предположим, полы один квадратный метр стоит 3 рубля 60 копеек. А подметание полов 90 копеек одного квадратного метра. Пускай она обратится на Чкалово 23 к заведующему отделению по телефону 43-63-40. Отлично. Еще один звонок. Примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Значит, я живу в Ухте. И, значит, вот такие у нас есть службы, которые непосредственно в Ухте. Значит, вот я вышел на пенсию. Молодой еще, значит, не очень старый. А хочется двигаться, понимаете, заниматься вот какими-то делами, вот так, понимаете. Мне не хочется сидеть, понимаете. Понимаем очень. И хотелось бы узнать… Что-то подобное организуется у вас или нет, да? Да, 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 да. Спасибо большое вам за звонок. Можем ли мы за Ухту ответить? Хотя я подозреваю, что, скорее всего, конечно, там тоже есть. Да, конечно, в Ухте можно будет обратиться, да. Но я что еще хочу сказать, что в настоящее время у нас очень активно развиваются различные формы, да, нового социального обслуживания граждан пожилого возраста. И нужно сказать, что вот именно в Ухте как раз, несмотря на то, что у нас уже в Сыктывкаре давно уже 8 лет, да, 9-й год существует как раз народный университет для лиц третьего возраста. То есть я как раз говорю об образовании, о проблемах образования пожилых людей, о развитии социально-педагогических услуг. Нужно сказать, что Ухта как раз переняла успешно этот опыт. У нас даже есть еще и альтернативный такой вот народный университет, который проводит работу под эгидой «Единой России», который называется «Проект «Третий возраст». Кстати, вот это выступление как раз будет подготовлено на конференции. Вот, можно будет обратиться вот туда. Еще нужно сказать, что мы сейчас разработали ряд методических пособий, в которых будут представлены, это будут методические пособия, представленные как раз для участников конференции, в которых будут представлены, можно сказать, новые технологии. Это первое методическое пособие организации работы компьютерных классов на базе учреждений социального обслуживания Республики Коми и организация социально-оздоровительной, физкультурно-оздоровительной деятельности для граждан пожилого возраста. Во многих учреждениях сейчас уже организованы группы здоровья, поэтому вот человек как раз обратился по поводу вот такого активного проведения досуга, да, вот, помимо вот как раз образования... А возможно ли сказать какой-то, ну, я не знаю, может быть, общереспубликанский телефон, Сыктывкария агентства, например, по социальному развитию? Как узнать, куда обращаться, если, например, у человека нет интернета и нет возможности посмотреть телефон? Ну, во-первых, есть сайты у нас, да? Через кого можно узнать, если нет возможности? Можно, мне кажется, позвонить даже в наш центр, мы любую информацию дадим. Телефон скажите? Можно даже по телефону 21 10 51, вот, как раз я представляю отделение по развитию форума, именно работы с гражданами пожилого возраста, мы всю интересующую информацию дадим, да, в какое учреждение можно, куда, по каким телефонам обратиться. Еще раз на заметку телефон, если не успели записать. 21 10 51, это региональный центр развития социальных технологий. Обращайтесь, пожалуйста, к нам в отделение. Людмила, я вас перебила, давайте я вам предоставлю, или вы хотите что-то добавить? Да, я хотела добавить, что в Сыктывкаре, в городе Сыктывкаре, в этом году уже девятый учебный год открылся в университете в Народном для лиц третьего возраста, поэтому мы приглашаем всех желающих стать слушателями Народного университета, это тоже обращается к нам в консультативную, юридическую. Ну вот на сегодняшний день у нас открыт медицинский факультет и исторический. 20 ноября начнет свою работу агротехнический, в конце ноября факультет социальных знаний, и еще в этом году у нас появился еще один факультет литературный. Поэтому тот, кто хочет стать слушателями Народного университета, обязательно звоните по телефону 24 57 27, либо переходите на Первомайскую 78 в консультативное отделение, записывайтесь. Мы будем очень рады вас видеть. И все-таки о том, что вы представляете на форуме, на что можно прийти к вам? Да, мы на форуме будем представлять мастер-классы и презентации, будем представлять их 15 ноября, потому что 16 ноября делегации приедут к нам на День открытых дверей, и граждан пожилого возраста, проживающих в Лыжинском районе, и не только в Лыжинском районе, но и в городе Сыктывкаре, мы приглашаем к себе 16 ноября на День открытых дверей, где они смогут познакомиться именно с той деятельностью, которая направлена как раз вот на этот возраст. А на форуме мы представим два мастер-класса и две презентации. Интересное направление, которое мы сейчас внедряем в группе дневного пребывания, это внедрение элементов лечебной педагогики, танца народов мира, то, о чем говорила Валентина Алексеевна. Граждане пожилого возраста у нас учатся азам танцев, то есть проходят занятия, они на этих занятиях группой, в кружочек, либо по парам, под контролем, конечно же, опытного инструктора, специалист по социальной работе, которая у нас прошла заочное обучение по этой программе, и учатся танцевать. Почему элементы лечебной педагогики? Потому что важно... Потому что стресс снимать в конце концов. Да, во-первых, это стресс, да, во-первых, там нейрончики поступают. Танцы — это всегда удовольствие и эндорфины. Да, положительные эмоции. Во-вторых, это профилактика сложных травм. То есть когда человек уже находится в возрасте, у него проблемы с уставчиками, кости, остеопороз, и когда они постоянно находятся в движении, а танцы — это движение, движение — это жизнь, то у них постепенно организм-то как оздоравливается, да. То есть профилактика падений, профилактика травм, переломов, что тоже важно в преклонном возрасте. Нашим бабушкам, дедушкам это очень нравится, особенно когда это парный, это и ручеёк. Сейчас они сделали заявку на кадриль, да, и мы сейчас прорабатываем с хореографами, потому что кадриль на сегодняшний день — это очень достаточно сложный танец, который особенно можно поставить с гражданами пожилого возраста. У нас есть свой музыкальный работник на баяне, всё это под живую музыку, где-то под аудиозаписи. То есть всё это проходит очень весело, на позитиве, и много-много-много эмоций. А второй мастер-класс? Это называется карвинг, искусство, изготовление художественной резки из овощей, скажем так, если более просто так сказать. Тоже очень заинтересовались этим направлением граждане пожилого возраста, и поэтому именно мы и представляем этот мастер-класс на форуме. Инструктор по труду при помощи специальных приборов, инструментов, да, из овощей вырезать. Это настоящее искусство? Да, это настоящее искусство. Я сама не пробовала, но очень хочу попробовать, да, и при малейшей возможности я, конечно, на форуме, да, с ними в мастер-классе мы поучаствуем. Получаются изумительные вещи, то есть из обычного кабачка. Я бы даже сказала, наверное, что это внедрение вот тоже инновационных форм работы, это внедрение элементов арт-терапевтической деятельности с пожилыми людьми. Ещё один звонок премиум от телезрителя. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас? Меня зовут Людмила Александровна. Я бы хотела спросить, а не планируется ли введение вот скандинавской группы скандинавской ходьбы? Я знаю, что на Морозово люди уже, некоторые ходят, но если бы это было действительно вот организовано, то я думаю... А вы с какого района города Сыктывкара? С Морозова. А, то есть вы туда уже ходили, да? Нет, я просто вижу, что люди ходят. А, понятно. Спасибо большое. Планируется ли... Я вот хочу сказать, что на форуме как раз во время работы информационно-образовательной выставки будет представлена вот эта физкультурно-оздоровительная форма деятельности. Причём она будет работать оба дня. То есть это будет представлена и финская ходьба, и скандинавская, ну, можно сказать, скандинавская ходьба, так вот обобщить, да, методика обучения этой ходьбе. Будет демонстрировать этот мастер-класс социально-оздоровительный центр «Максаковка». Участники тоже будут, вот участниками этой... То есть технологично будете показывать, как... Да, 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 то есть инструкторам всё. И на другой день это будет представлять даже не учреждение социальное, да, а МОНДИ и СЛПК. То есть получается уже коммерческая организация даже будет представлять вот такую методику, их санаторию. Хочу прочитать сообщения, которые пришли нам на ICQ. Одно мнение и вопрос. Мне кажется, в последнее время, пожалуй, люди стали более активными. Ходят на какие-то кружки, поют, танцуют, шьют. Надо развивать эти направления. Им дома скучно, делать нечего. И начинают наши бабушки и дедушки подсчитывать болячки. Надо их от этого отвлекать. Это от Евгения мнение. И вопрос. Хотела узнать, можно ли где-то выучиться о зам медицинского ухода. Моя тётя слегла, нанимать сиделку мне не под силу. Или, может, где-то можно найти бесплатную сиделку. Она у меня ветеран труда. Отвалый вопрос. Ну вот опять же, наверное, мы предложим посещать медицинский факультет. А если девушка молодая, можно, возможно? То есть у вас слушатели откуда угодно? Да, у нас народный университет для лиц третьего возраста. Ну, я, насколько знаю, во всех практически территориальных центрах услуги медицинских работников. Социальные медицинские услуги есть. Да, вот в частности в нашем центре это специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому. Пожалуйста, я думаю, что и в городском центре это всё есть. Да, да, есть социально-медицинские отделения. Обращайтесь, да. Пусть это не услуги сиделки будут, да. Но медик у нас доходит и до того, что если есть необходимость, то медработник, социальный работник будут посещать дважды в день. А консультативного центра можно телефон ещё раз? 24-57-27, консультативное отделение. Собственно говоря, если вы хотите поинтересоваться и народным университетом можно туда, и, наверное, переадресовать куда-то по центрам. Ну, правильно, вот заметили, что у нас есть отделение специализированное, социально-медицинское, где есть и медицинская сестра, и социальный работник. И вот как раз медицинская сестра может научить основам ухода за лежачими больными. Поэтому действительно пускай обращаются к нам. Кроме того, мы обозначили, что форум межрегиональный, но мы не сказали, кто туда приезжает, почему он приобретает такой статус. Несмотря на то, что этот форум межрегиональный, я бы сказала, что это форум с международным участием. То есть будут представители Финляндии, которые выступят как раз проблемами организации доступной среды именно для пожилых людей. Вообще сейчас очень актуально, все, наверное, слышали, да, вот эта программа «Доступная среда». И у многих она, может быть, ассоциируется именно с инвалидами. Нужно сказать, что эта программа реализует различные направления в отношении не только инвалидов, но и маломобильных групп населения, к которым как раз и относятся граждане пожилого возраста. Поэтому вот Финляндия как раз будет представлять свой опыт работы в плане организации вот такой вот «Доступной среды». Это проблема, вот мы недавно проводили мониторинг и выяснили, что проблема как раз состоит в том, что людям очень сложно, в том числе и инвалидам, конечно, и пожилым, именно попасть в жилые помещения. То есть это проблема входных путей. Вот как раз об этом, про технологии дверных сооружений, вот это оборудование будет привезено на форум, поэтому, пожалуйста, приходите, посмотрите. Вот, кроме того, у нас еще будут представители и из России, то есть это будет несколько делегаций. Самая многочисленная делегация, это человек 9, наверное, будет из Кировской области. Проще всего приехать, наверное. Да, причем это представители абсолютно разных учреждений, да, директора, в основном это руководители комплексных центров и даже центров по семье и детям, психоневрологических интернатов, то есть вот такая многочисленная делегация. Они приезжают с целью больше рассказать, поделиться своим опытом или от вас что-то тоже? Больше, наверное, посмотреть, да, на опыт. Далее это делегация из Ирхангельской области и делегация из Санкт-Петербурга. Ну, такая вот немногочисленная, два человека. Вот, в основном, это наши гости, это порядка 16 человек. Ну, а все остальные, это, конечно, вот, о ком я уже говорила, да, на уровне Республики Коми, представители исполнительных органов, государственных органов власти и специалисты учреждений социального обслуживания Республики Коми, и также и других министерств и ведомств. Ну, понятно, цели, поставленные нашим руководством, правительством, это цели. А чего вы сами ждете от этого форума? Ну, вот какие, что хотите почерпнуть? Вот ваши личные какие-то заинтересованности там? Прежде всего мы хотим заявить о себе, потому что на выставках будут принимать участие, как я понимаю, и группы дневного пребывания из других, и также просто обыкновенные люди, граждане пожилого возраста, которые проживают у нас в городе Сыктывкара, в которых появляется возможность прийти и посмотреть, а даже в некоторых случаях потрогать руками, что мы можем им предложить, чем мы можем их заинтересовать. Двери наши всегда открыты. Пожалуйста, в любой день, в будний день приходите к нам, я думаю, и город Сыктывкар. Мы всегда всем рады, всех примем, не только на обслуживание, выслушаем. Наши психологи помогут, медики, ну и в группу, конечно же. И вторая цель – это обмен опыта. Что-то себе позаимствует. Что-то себе позаимствует, конечно. Что касается регионального центра социальных технологий, то нам бы хотелось, конечно, почерпнуть какие-то новые идеи для разработки, может быть, новых программ, проектов, технологий. Очень много уже инновационных направлений были названы. Карвинг, апгрейд и так далее. То есть вот с такими красивыми названиями. Еще вот не сказали об очень интересном направлении, которое развивает Сыктывкар, продолжает активно развивать. Это социальный туризм. Это программа «Странники», которая уже не первый год. Об этом вы тоже будете на форуме рассказывать? Об этом вот говорится и на конференции. Да, очень интересное такое направление, потому что эта форума, она во многом отличается от реализации данной программы в других субъектах Российской Федерации. Она у нас более, так сказать, приближена к предоставлению услуг на бесплатной основе. Время эфира подходит к концу, а хочется еще раз напомнить нашим телезрителям, куда и подходить, потому что доступ есть у всех, всех желающих, кто хочет посидеть в мастер-классе. Либо послушать, поучаствовать в конференции можно, не поучаствовать, а послушать. Или невозможно? Ну там ограниченное количество участников. На мастер-классы? А на выставку, конечно, можно приходить до оба дня, и 15-го и 16-го. Еще раз давайте, 15-го, 16-го ноября, куда и... Центр культурных инициатив ЮГОР. В первый день, 15-го ноября, можно подходить с 10 часов, во второй день с 11 часов. Оба дня выставка будет работать до 16 часов. Поэтому, пожалуйста, приходите, участвуйте в мастер-классах, посмотрите на презентации. Да, и мы надеемся, что после проведения форума в наших центрах прибавятся новые клиенты, которые воспользуются нашими услугами. А мы действительно, мы обменяемся опытом, получим удовольствие, я думаю, от общения с коллегами из других регионов, и сможем внедрить какие-то новые формы в свою практическую деятельность. Сегодня мы говорили о межрегиональном форуме заботы, который будет проводиться 15-го, 16-го ноября в Соктовкаре. Мы вам сказали, куда можно подходить и зачем можно подходить, что там можно получить. Так что приходите, смотрите, участвуйте. Это, я думаю, очень будет интересно. Спасибо большое гостям, что пришли, что рассказали. Хорошего вам форума. Спасибо. А с вами, дорогие телезрители, мы увидимся в понедельник в 12.40. И после нашей программы смотрите продолжение комедии «Если невеста ведьма». Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова